Здравствуйте! Муниципальное телевидение Волгограда представляет время новостей. Лесничество Волгоградской области получили новую технику по нацпроекту «Экология». Волгоградский горхоз отмечает 70-летие. В стенах вуза сегодня состоится большой праздник. В этом году в Волгоградской области сделали 826 процедур экстракорпорального оплодотворения за счет средств ОМС. Расскажем, кто может воспользоваться современной технологией. 110 тысяч мальков рыбы выпустили в акваторию Волгоградского водохранилища. Мои коллеги расскажут, как волонтеры проекта «Норма жизни» помогают людям, которые перенесли инсульт, восстановиться и вернуться к полноценной жизни. Об этом и многом другом я, Илья Власенко, и мои коллеги расскажем в ближайшие 30 минут. Александр Глининов освобожден от должности председателя комитета физической культуры и спорта Волгоградской области. Временно исполнять его обязанности будет Михаил Чернов, ранее занимавший пост заместителя председателя комитета физической культуры и спорта. Напомним, ранее с поста спортивного директора клуба «Ротор» по взаимному согласию с руководством ушел Федор Щербаченко. Об этом сообщили в пресс-службе спортивного клуба «Ротор». Институт архитектуры и строительства Волгоградского технического университета, который многим до сих пор называют «горхозом», отмечают 70-летие. Большому юбилею – большой праздник. Торжественное мероприятие в сынах «горхоза» объединило педагогов, студентов и, конечно же, выпускников, которые съехались в Волгоград из разных уголков страны. Какой путь прошел вуз за 70-летий и с какими пожеланиями к любимой «Альма-Матер» обратились современные студенты, расскажет Дарья Соловьева. Путь длиною в 70 лет. Это несколько поколений и масса различных событий. Сегодня преподаватели и нынешние студенты вспоминают людей, благодаря стараниям которых «горхоз» приобрел свое громкое имя. Первых преподавателей и студентов, выпускников, которые прославили свой вуз как в Волгоградской области, так и за ее пределами. Многое менялось в нашей стране, во всем мире, но неизменным оставалось одно – высокое качество подготовки специалистов-строителей и их безмерная любовь к своей профессии. И все, что создано нашими выпускниками, не только в нашем регионе, но и во всей широких просторах нашей страны, все это сделано с любовью и с высоким качеством. Сталинградский институт инженеров городского хозяйства распахнул свои двери для первых студентов 1 сентября 1952 года. Позже вуз несколько раз менял свое название, но местные жители чаще всего называют его «горхозом». Людмила Муконина из первого выпуска. В 1957 году окончила институт по специальности жилищно-гражданское строительство. Работала в Омске, потом вернулась. И с 1978 года до пенсии проработала на Волгоград-строе. Построили такие объекты, как панорама, мамая в курган, цирк – это все наши. Высотная гостиница, южная высотная. Немножко какую-то веху оставила я в жизни города. Пожелаю хорошей учебы, конечно, хорошей работы, отдачи, то, что дало нам государство для учебы. «Горхоз» сегодня – это современная кузница высококвалифицированных кадров. За 70 лет здесь подготовили свыше 80 тысяч выпускников. Пятикурсник Павел Якимев признается – технические предметы с детства давались легко, поэтому, когда попал в ВУЗ на день открытых дверей, сразу понял – зацепило. Сейчас молодой человек учится строить уникальные здания. «Строительство небоскребов – это здание выше 100 метров. Строительство большепролетных зданий тоже больше 100 метров пролета. Ну и консольные здания. То есть стадионы все, небоскребы, торговые центры – это все наши стезя будет потом». Родной альмаматор студенты желают не отставать от ВУЗов Москвы и Санкт-Петербурга, а первокурсникам старшие товарищи советуют не пропускать занятия и вникать во все тонкости учебы. Сегодня студенты Института архитектуры и строительства активно участвуют в жизни Волгограда. С учетом их предложений была разработана концепция благоустройства мемориального парка у подножия Мамаева-Кургана. Ребята принимают участие и в дорожном строительстве, и в преобразовании облика районных центров Волгоградской области. В Волгоград съехались представители строительной отрасли со всего региона. Свои поздравления коллегам также передали ректоры университетов из Томска, Новосибирска и других строительных вузов России. В юбилейный год в горхозе открыли новую спортивную площадку, музей истории института и выставку «Институт и город 70 лет вместе», а студенты расписали стены перехода из одного корпуса в другой. Сегодня Институт архитектуры и строительства – это часть первого опорного университета Волгоградской области и один из крупнейших центров архитектурно-строительного образования России. Сохраняя проверенные временем традиции, горхоз продолжает уверенно смотреть в будущее. Дарья Соловьева, Дмитрий Макаров. Время новостей. В строящейся школе в Ворошиловском районе приступили к строительству спортивного городка. Сейчас подрядчик формирует основание спортивного ядра. Новое образовательное учреждение на тысячу мест возводится в рамках регионального проекта «Современная школа» нацпроекта образования. Специалисты уже подготовили слой щебня различных фракций. Теперь им предстоит уложить асфальтобетонное покрытие на площади более 4000 квадратов. Это послужит основанием для будущего футбольного поля и многофункциональных площадок. На следующем этапе рабочие установят комплект спортивного оборудования и уложат травмобезопасное покрытие. Параллельно продолжается облицовка фасада здания линеарными панелями. Работы готовы на 65%. Завершается и монтаж инженерных сетей. Внутри выполняется чистовая отделка штукатурной работы. Уже на финальном этапе продолжаются малярные работы, а также укладка кафельной плитки в санузлах, пищеблоки и коридорах здания. Устройство внутренних инженерных сетей водоснабжения, водоотвездения, отопления, электроснабжения и вентиляции. В новой школе на улице Кузнецкой будут расположены 40 учебных классов, спортзалы, школьный деловой центр, большой актовый зал, библиотека, лингофонные кабинеты, мастерские, лаборатории, пищеблок. Пространство адаптируют для детей с ограниченными возможностями здоровья. Школа на Кузнецкой станет уже четвертым учреждением, построенным в Волгограде с нуля за последние годы. В настоящий момент также ведется строительство школы Тысячника по улице Шекснинской. И началось возведение школы по улице Картоева в Дзержинском районе. Определен подрядчик, который займется проектированием и строительством школы в микрорайоне Комарова Советского района. В ближайших планах муниципалитета возведение учебного заведения в поселке ГЭС на севере Волгограда. 826 процедур экстракорпорального оплодотворения сделали Волгоградской области в этом году за счет средств ОМС. Благодаря современным технологиям и профессионализму медицинских сотрудников на свет появились 284 ребенка, в том числе 11 двойняшек. Кто может воспользоваться современной технологией и на каких условиях, расскажет Дарья Денисова. Рождение здорового малыша – мечта каждой молодой семьи. Но не всем удается сделать это традиционным способом. В нашем регионе существует множество путей решения этой проблемы. Один из наиболее эффективных методов лечения бесплодия – экстракорпоральное оплодотворение. Жанна Четвертнова с мужем – родители королевской двойни, здоровых мальчика и девочки. О возможном бесплодии женщина задумалась после планового медосмотра. За консультацией обратилась в Центр ЭКО, там и узнала о возможности бесплатного лечения. За три года ей сделали четыре процедуры ЭКО. У нас непростой случай. И с четвертого раза, вот, семь лет назад появились дети. Шли к цели. Благодаря врачам, настрою. Не унывали, шли. Когда узнали, что будет двойня, радости не было предела. Сегодня малыши себя прекрасно чувствуют. Вот, развиваются, занимаются спортом и ничем не отличаются от своих сверстников. На следующий год Степан и Лидия пойдут в первый класс. По словам мамы, они очень самостоятельные и сообразительные детки. Всем желаю, потому что вот до 30 лет мы с супругом жили, наслаждались жизнью. А в 30 пришли к тому, что, а дальше? И что дальше? И появился вот смысл жизни. Сейчас живем только их интересами. Ну, это такое ответное чувство, такая любовь, что без нее смысла нет дальше жить. В Волгоградской области сделать ЭКО бесплатно по полюсу ОМС можно в четырех центрах. Клиники номер один, Волг-МУ, геном Волга, центр ЭКО, мать и дитя. Вначале желающим нужно обратиться в женскую консультацию по месту жительства, а после, получив направление, женщина самостоятельно может выбрать клинику для проведения самой процедуры. Программа реализуется в рамках рекпроекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография». По словам специалистов, Волгоград за ЭКО приезжают со всей страны. Наши дети растут во Владивостоке, Ямало-Ненецком автономном округе, в Аргентине и США. В Волгограде современные клиники ЭКО, которые владеют всеми методами, которые существуют в мире для того, чтобы помочь женщинам. Это очень доступно. Пациенты уже многие знают о том, что можно сделать бесплатно ЭКО, и поток не исчезает. В Волгоградской области по инициативе губернатора Андрея Бочарова на системной основе продолжается поддержка материнства и детства. Ведется масштабное обновление профильных медучреждений. В порядок приводят женские консультации и профильные участки по всей Волгоградской области. В начале следующего года планируется приступить к созданию на базе женской консультации в Краснооктябрьском районе Волгограда современного центра планирования семьи мужского и женского здоровья. К концу 2025 года завершить намеченные работы. Эффективным подспорьем в решении поставленных задач послужило включение Волгоградской области в реализацию нацпроекта здравоохранения. Дарья Денисова, Рубентальский, Время новостей. А теперь о статистике по заболеваемости коронавируса. 67 жителей Волгоградской области заразились ковидом за минувшие сутки. Такие данные сообщает региональный оперативный штаб. Победили инфекцию 92 человека. Летальных случаев, к счастью, не зарегистрировано. 29 октября во всем мире отметят день борьбы с инсультом. В Волгоградской области реализуют проект «Норма жизни», участники которого помогают людям, перенесшим инсульт, восстановиться и вернуться к полноценной жизни. Сегодня в отделении неврологии больницы скорой медицинской помощи номер 25 прошло обучающее занятие для добровольцев. С подробностями Лейла Джамалеева. Давайте мы с вами собираем границу. По цвету обязательно. Там, сейчас я вам расскажу. А, по дырочку. Тамаре Харченко – это игра «Знакома хорошо». Она помогает женщине вернуться к привычной жизни. 13 октября пенсионерка попала в больницу с микроинсультом. Восстановление сложное. Но у 82-летней пациентки настрой боевой и огромное желание жить. Я приехала в сознание, приехала, только голова была неясная, так сказать. Вот, ну сразу меня обследовали, взяли анализы. Каждый день у нас занятия физкультуры, и еще пазлы собирала. И мы на физкультуре занимаемся, конечно, помогает. Загреваются ноги, руки, движения. Лежать же все время тяжело. Сейчас Тамара Харченко готовится к выписке. В палатах со страшным диагнозом лежат пациенты совсем разных возрастов. Медики отмечают, инсульт молодеет. И все чаще на больничные койки попадают и люди 25+. Это та патология, которая сейчас захватывает огромное количество населения. Это трудоспособная, молодая часть населения, которая должна работать, трудиться. А, к сожалению, их постигает такая патология. Поэтому наша задача, задача врачебного сообщества, задача здравоохранения Волгоградской области, это как можно быстрее снизить и эффективнее снизить процент таких пациентов. Скрасить будни и вдохнуть уверенность в светлое будущее пациентам, перенесшим инсульт, помогают волонтеры, студенты медицинского колледжа. Когда я прихожу к людям, я вижу их глаза, что они готовы со мной заниматься. Ну, я уточняю их состояние, готовы ли они, будут ли они. И начинаю с ними выполнять упражнения, которые нам заранее рассказали, показали. Елизавета – участница проекта «Норма жизни», которые входят в региональный проект «Социальная активность» нацпроекта образования. Главная цель – помочь людям, перенесшим инсульт, восстановиться и вернуться к полноценной жизни. Работу волонтеров курируют инструкторы ЛФК и логопеды. Когда пришли девочки, вот они пришли к нам весной, они сразу включились в работу. У них горят глаза, они хотят работать. Они помогают пациентам одним тем, что своим задором, своей жаждой жизни, жаждой действия, они наших пациентов стимулируют заниматься, восстанавливаться быстрее, как можно успешнее. Их доброта, их участие, их желание помочь – это вот и есть норма жизни. Добровольцы общаются с пациентами, читают им книги, играют в настольные игры, а с помощью специальных упражнений помогают разрабатывать мелкую моторику. Когда пациент видит, что у него начинают получаться какие-то элементарные, возвращаются элементарные двигательные навыки, у него уже появляется стимул к дальнейшему восстановлению, у него появляется желание активнее работать над этим и улучшение прогноза. С больницей скорой медицинской помощи номер 25 работают 30 волонтеров. С начала этого года они оказали помощь более чем полусотне пациентов, перенесших инсульт. Лейла Джумалиева, Роман Сидлецкий, Время новостей. Под Волгоградом задержали 54-летнего поджигателя. В Дзержинском районе полицейские накрыли подпольную лабораторию по производству наркотиков. А житель центрального района решил купить крупную партию телефонов по выгодной цене. А в итоге лишился свыше 2,5 миллионов рублей. Сводку происшествий за минувшие сутки озвучит сотрудник пресс-службы регионального главка МВД России Мария Шелихина. Подозреваемого в поджоге автомашины «Лада Гранта» задержали оперативники в Новоанинском районе. Возгорание автомашины, припаркованное возле дома, заметила 53-летняя автовладельца, которая сумела самостоятельно потушить огонь, после чего обратилась в полицию. В ходе проведения оперативных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержан 54-летний ранний неоднократно судимый житель Ульяновской области. В содеянном он сознался, пояснив, что выполнял заказ неизвестного, который за поджог обещал ему заплатить 100 тысяч рублей. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело. Волгоградские полицейские пресекли деятельность подпольной лаборатории по производству наркотиков. В Дзержинском районе был задержан 30-летний мужчина. В его автомобиле были обнаружены более 30 граммов марихуаны и свыше 140 граммов синтетических наркотиков. Еще несколько свертков с синтетическим наркотиком были изъяты у его сожительницы. В дальнейшем в ходе обыска в гаражном боксе была обнаружена нарколаборатория, где подозреваемые синтезировали мефедрон. Полицейские изъяли лабораторное оборудование, прекурсоры и химические реактивы. Фигуранты сознались содеянным. В отношении них возбуждено уголовное дело. Они заключены под стражу. Им грозит до 20 лет лишения свободы. Очередной факт дистанционного мошенничества зарегистрирован в Центральном районе города Волгограда. Жертвой мошенника стал 54-летний волгоградец. Неизвестный через мессенджер предложил ему приобрести крупную партию мобильных телефонов по выгодной цене. Согласившись на покупку, потерпевший перечислил на счет незнакомца свыше 2,5 миллионов рублей. После чего продавец перестал выходить на связь. Полиция региона призывает волгоградцев не совершать сделки на сомнительных сайтах. Обо всех фактах противоправных действий, совершенных в отношении вас, незамедлительно сообщать в полицию. 110 тысяч мальков белого амура, толстолобика и сазана выпустили в Дубовском районе, в акватории Волгоградского водохранилища. Молочь уже адаптирована к естественным условиям обитания и полностью готова к зимовке. Эти малыши появились на свет в условиях Ергенинского рыбовольческого предприятия, а теперь осваиваются в водах Волгоградского водохранилища. Вес каждого не менее 20-30 граммов. Длина от 15 до 17 сантиметров, что важно для более высокой выживаемости. Зарыбление любого водоема, который искусственным образом был изменен, не просто нужно, оно остро необходимо по той лишь причине, что любые наши изменения мы должны возмещать. Выпуск растительноядных рыб способствует одному из самых эффективных способов самоочищения водных объектов – биомелиорации. То есть излишняя растительность не накапливается и не затягивает водную гладь, ее употребляют в пищу сами обитатели реки. Аппетит у этих красавцев прям ненасытный. Например, тот же белый амур ежедневно съедает столько травы, сколько весит сам, а это до 32 килограммов. В руках у меня настоящее сокровище – мальки, вес которых достигает от 20 до 30 грамм, а в длину они от 15 до 17 сантиметров. К воде и жду они уже давным-давно подготовлены и, собственно, можно выпускать. По словам специалистов, день для переселения поголовья мальков выдался удачным. На улице плюс 2 градуса, значит, новые обитатели должны обжиться и чувствовать себя комфортно. Работа по искусственному воспроизводству водных биоресурсов Волгоградской области ведется системно и носит плановый характер. Зарыбление Волгоградской области, водоемов Волгоградской области, Волгахтубинской поймы и также реки Волги производится по различным программам, в том числе компенсационным. Только за 2022 год мы выпустили около 103 тысяч мальков, ценных рыбных пород. Чтобы помогать природе, не обязательно быть ученым биологом. Так, волгоградские волонтеры неоднократно принимали участие в различных экологических и социальных акциях. Для нас, как волонтеров, важно поддерживать экологию нашего региона. Сегодня мы за рыблением Волгоградского водохранилища улучшаем экологию. Стоит отметить, что количество борцов за здоровую экологическую ситуацию в Южном регионе растет. А значит, наша природа в надежных руках. В 17.30 сразу после новостей смотрите авторскую программу «Библиодень». Мой коллега Максим Черпак расскажет, какие книги надо почитать в октябре и о чем говорят на своих встречах заядлые книгачеи. А в 18.10 смотрите российскую мелодраму «Счастливого пути». Начинающие юристы, молодая певица знакомятся по пути в Ярославль. Оба ждут от поездки важных перемен в их карьерах. Им предстоит пережить по пути следования массу приключений, которые либо окончательно сблизят их, либо уже навсегда разведут в разные стороны. Не пропустите 18.10 на МТВ. На этом пока все. Не забывайте посещать наши официальные страницы в социальных сетях. Делитесь собственным мнением в комментариях. С подробной лентой новостей можно познакомиться на информационном портале mtv.online. Полная коллекция видео на rutube.ru. Не пропустите главное. Подписывайтесь на наш канал. Итоги дня подведем вместе с вами уже в 20.00. Не переключайтесь. В Волгограде облачно с прояснениями. Ночью умеренный, днем небольшой дождь. Ветер ночью западный 5-10 метров в секунду. Днем северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 6, днем плюс 6, плюс 8.